Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Вопрос касается женственности. Автор вопроса ее отвергает. Довольно негативный опыт у нее есть, вот, связанный с этим и автор вопроса сейчас в общем-то говорит о том, что все, что связано с женственностью, будь то наряды, будь то косметика, будь то, очевидно, какие-то элементы поведения, вот, вызывают автор вопроса неприятнее. Что хочется сказать. Ну, во-первых, то, что, конечно, вы травмированы и тем, что вас в детстве там, ну, травили, да, и прочее, это не могло как-то вот пройти для вас безболезненно, совсем, это очевидно. Вот. Травмированы вы и другими событиями, ну, другими событиями в вашей жизни, вот, которые имели место быть. Вот. И, соответственно, это, эти травмы оставили, конечно, оставили, что называется, вот, какое-то такое, ну, тяжелое, очевидно, впечатление, да, вот, и, конечно, вам весьма и весьма тяжело сначала сталкиваться с темой, вот, темой, 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 ну, женщины, кстати, своей, конечно же. И, безусловно, мне жаль, очень, мне очень жаль, что вы должны с этим всем сталкиваться, вот, мне очень жаль, что вам приходится это, ну, проживать, переживать, вот, а что здесь делать, вот, если мы как-то отвечаем на этот вопрос, да, ну, то, конечно, работать, в первую очередь, с вашими чувствами, вот, ну, вот, с вашей некой такой болезненностью, вот, а, в которой имеет место быть, то есть, почему, вот, там, так, так, вызывают неприятные, ну, неприятные, да, эмоции, неприятные чувства, вот, это тема, да, потому что вам бы и самой, эээ, хотелось бы быть, быть, может быть, более мирственной, да, вот, эээ, если бы, ээээ, если бы не, вот, тот, такой, эээ, получается, эээ, негативный опыт, да, который у вас, ээээ, есть, вот, ээээ, соответственно, как я думаю, эээ, вашей, ээээ, такой, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ То есть с неким таким кризисом, в том числе кризисом экзистенциальным. Женщина – это страх смерти, это ощущение болезненное, если угодно, если хотите, болезненное ощущение конечности. Человека, вот, и естественно вам в этом смысле тяжело, тут по-другому, наверное, не получилось. Ну и добавьте сюда еще вот те трудности, проблемы, которые вы описывали. Для начала вам, конечно, необходимо прожить все негативные чувства ваши, которые у вас есть. Ну вот болезнь, всю болезнь, которая у вас имеется. И таким образом в какой-то степени освободиться от нее. Дальше, я думаю, нужно будет почувствовать то, на что у вас есть свой ресурс. Да? То есть какой женщиной вы могли бы быть? Да? Вот. Какой женщиной вы хотели бы быть? И, соответственно, ну, искать себя в этом, находить себя в этом и так далее. То есть, ну, смотреть, грубо говоря, заново себя, вот, что называется, переоткрывать в качестве женщин. И смотреть, что вам комфортно, вот, как вам комфортно и так далее. Это совсем не обязательно, знаете, классический образ женщин. Это ведь вполне может быть и любая другая модель. Вот. То есть, на мой взгляд, привязка, вот, какая-то к классической форме, ну, будет у вас вызывать, как мне кажется, отторжение. Вот. И это вполне нормально, я думаю, вот, потому что, ну, вам будет казаться, что опять идет насилие, да, над вами, опять, там, заставлять, ну, заставлять, вот, и так далее. Поэтому, вот, этих аспектов, как я думаю, как я думаю, этих аспектов нужно избежать. И постараться сформулировать, сформировать для вас, ну, знаете как, максимально возможную свободу, максимально возможную непринужденность. Вот. И, честно говоря, я думаю, что это, это вполне может быть по силам вам, вместе с психологом, может, вот, признаться честно, я думаю, что лучше было бы, если бы, если бы, в этом случае, эм, ну, психо, эээ, психолог был бы, мужчина. Я думаю, что мужчина-психолог здесь, эээ, препочтительно. Хотя, вы, наверное, захотите поработать именно с, ээээ, психологом-женщиной, вот, я так, ну, я так, ээээ, подозреваю. Ну, вот. Тем не менее, на мой взгляд, это будет менее эффективно. О, как говорилось. Дело в том, что, эээээ... Ээээ... эээээ... эээээ... страх, эээ, ну, вот, такой индистенциальный страх, который вы ээээ... почувствовали от своей мамы и связали его с женщиной. Ну, на мой взгляд, этот страх он проистекает, в том числе, из некого такого своего обесценивания. То есть, ваша мама обесценивала себя тем, что пыталась как-то вот замедлить свою старость. Она себя таким образом обесценивала. И, на мой взгляд, вы делаете то же самое. Вот, на мой взгляд, вы также себя обесцениваете отсюда все ваши страхи и все ваши вот такие негативные, как мне кажется, переживания. Поэтому, я думаю, что, действительно, это серьезная психологическая проблема. Да, это правда. Вот. Но, скорее, психологическая проблема заключается не в том, что вы недостаточно женщины. Я не думаю, что вообще можно использовать такой термин, такое словосочетание, что кто-то недостаточно женственный, кто-то недостаточно мужественный. Вот. Мне кажется, что это довольно-таки оскорбительно вообще по отношению к человеку. Вот. Подобное, ну, подобное, подобное высказывание. Вот. Мне кажется, что проблема заключается в том, что вы несчастливы. Вот. И вам сейчас кажется, что несчастливы вы именно из-за того, что вот недостаточно женственные. Но я думаю, я думаю, что дело не в этом, не в том, что вы не женственные. Я думаю, что вот ваша мама, она была более женственной, так вот, как вы, наверное, думаете. Вот. Но что-то более счастливой она не была, по вашим рассказам. Вот. Поэтому тут дело не в этом, а в том, что вы себя отторгаете. Вот. У вас много достаточно боли и переживаний. Вот. Дело здесь в том, что вы не опираетесь, не опираетесь сами на себя. Вот. И, значит, ну, на мой взгляд, до сих пор ищете одобрения, ищете разрешения себе на то, чтобы, ну, просто вот быть, да. Просто существовать, да, вот. И как будто бы заглядываете, ну, вы заглядываете, заглядываете, как будто бы людям, вот. Вот. Ну, значит, что называется вруда, и пытаетесь, вот, доказать себе, вот, что вы достоинны. Ну, достойны, типа, просто, от того, чтобы жить, например. Вот. Вот такая вот история. Вот. Вот. Поэтому, ну, я думаю, что в первую очередь нужно вам принимать свои чувства, принимать свое внимание. Вот. И смотреть на то, вот, чем вы, кем вы вообще хотите быть, да, что вы вообще хотели бы дать, что вы можете дать людям, что вы не можете дать людям. То есть работа с личными границами тоже предполагается определенную. И так далее. Вот. То есть это, по сути, ну, вот, я бы сказал, что переосмотрение своей жизни. Вот как-то так. Как-то так. На этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно, полезно. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Позвольте вам начать на собой работу. Всего самого, самого доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok